Автомобили C-класса, также известные как Golf-класс, являются основой для многих производителей. Именно на них приходится основной объём продаж. Насколько надёжны эти массовые автомобили? В нашем сегодняшнем обзоре мы взглянем на реальные недостатки и особенности Ford Focus 3-го поколения. Вы на канале «АвтоСтронг» и мы начинаем. На сегодняшний день легковые автомобили марки Ford официально не представлены ни в России, ни в Беларуси. Что же такое случилось, что один из старейших производителей ушёл с огромного рынка? Может и Focus в этом виноват? Забегая вперёд, скажем, что Ford Focus 3-го поколения – это действительно надёжный автомобиль. Да, в первые годы выпуска, то есть первые 3-5 лет, компания Ford организовала отзывные кампании и устраняла много недостатков. Но серьёзных косяков с этой машиной не было. Большинство владельцев довольны своим Focus и проезжают на них 300-400 тысяч километров без вложения в ремонты. А сегодня давайте рассмотрим реальные недостатки этого автомобиля. Ford Focus 3-го поколения окрашен качественно, а сколы краски на капоте и над лобовым стеклом не расцветают, а лишь говорят о значительном трассовом пробеге. Обратите внимание на стыки переднего бампера и крыльев. Здесь может отшелушиваться краска. Также здесь можно обнаружить защитную плёнку, так дилеры по гарантии защищали эти места от отшелушивания и предварительно перекрашивали крылья. Ещё сколы краски могут появляться по задним аркам, в том числе по стыку с бампером, а также вокруг молдинга двери багажника. Кромка крышки багажника на всех версиях Ford Focus 3-го поколения на многих автомобилях трёт о бампер. Краска протирается именно на двери багажника, и это место может несерьёзно расцвести. Плафоны фар сделаны из очень нежного пластика, поэтому быстро пескоструются, мутнеют и даже царапаются при нежном протирании на сухую. Также фары Ford Focus 3-го поколения могут запотеть. В гарантийный период это устранялось методом сверления дренажных отверстий. Если предыдущие владельцы Focus форсировали бордюры, то на пластиковых накладках порогов могут остаться трещины. Также при ДТП при лёгком фронтальном ударе очень легко повреждаются радиаторы, потому что они очень близко находятся к бамперу. Блок управления двигателем на Ford Focus 3-го поколения установлен спереди слева, то есть за бампером и перед передним левым подкрылком. С ЭБУ ничего плохого не случается, если кожух ЭБУ целый и подкрылок целый. Но бывает, что после ДТП кожух трескается и без какого-либо ремонта его устанавливают обратно. После этого влага с дороги, либо даже после мойки может попасть в ЭБУ и это вызывает разнообразные глюки. От полного обесточивания автомобиля также может слететь прошивка ЭБУ. На Ford Focus 3-го поколения есть ещё одна проблема, которая связана с попаданием влаги к блокам электроники. Её тоже компания Ford устраняла по гарантии. Не поверите, но жидкость из бачка омывателя, который находится в переднем бампере по проводам от насоса стеклоомывателя, попадала в блок кузовной электроники и предохранителей, который находится за бардачком. После этого системы начинали глючить и хаотично отключаться. Бывали даже случаи оплавления намокшего блока. Компания Ford по гарантии меняла и насос стеклоомывателя, и всю проводку от него к блоку кузовной электроники. Самые распространённые двигатели на Ford Focus 3-го поколения – это старые проверенные атмосферники объёмом 1,6 и 2 литра. Эти моторы мы подробно обозревали на нашем канале. Это абсолютно нормальные двигатели. Да, могут застучать поршнями как юбками, так и поршневыми пальцами, но без серьёзных последствий. А двухлитровый атмосферник сделан на основе старого маздорского двигателя серии LF, но к нему добавили непосредственный впрыск. ТНВД и форсунки этого двигателя доставляли проблемы в гарантийный период. Доступный с самого начала продаж 3-го Focus двигатель 1.0 EcoBoost – вещь в себе, но не стоит его бояться. Также не стоит верить в его невероятную надёжность. У нас есть подробный обзор этого двигателя. Если решили довериться ему, то обязательно надо знать о его слабых местах. Зато конструктивно улучшать это трёхцилиндровое чудо не надо. Самый мощный гражданский двигатель для Ford Focus 3 – это турбобензиновый мотор объёмом 1.6. Уж как инженеры накосячили с этим мотором, но не удалось им подружить хлипкий ликосплавный блок с намеренно высокой температурой работы этого двигателя, который оснащён аж тремя термостатами. В общем, всё привело к тому, что 1.6-литровый EcoBoost лучше брать уже от Капиталина с более прочными чугунными гильзами. Ну а если оригинальный мотор ещё живой, то надо предпринять все меры по снижению температуры термостатирования. Для этого надо вместо пассивного термостата установить оригинальный улучшенный, который открывается при температуре 82 градуса, а оба управляемых удалить тем или иным способом. Без этих мер двигатель 1.6 EcoBoost буквально коробится с раздутием цилиндров и деформацией постели коленвала. Бывают случаи промывания блока под прокладкой ГБЦ. В общем, этот двигатель приходится дорабатывать напильником. На рестайлинговых Ford Focus появился двигатель 1.5 EcoBoost. С этим двигателем инженеры напортачили. В нём удивительным образом во впускном коллекторе скапливалась лужа масла. Это скапливались пары масла из системы вентиляции картера. Поэтому на этом двигателе впуск надо заменить на улучшенный, в котором просто организован слив этого масла в картер. А ещё в ходе эксплуатации инженеры Ford решили обновить блок цилиндров. Им пришлось это сделать из-за брака при изготовлении блока, который приводил к попаданию антифриза в один из цилиндров из рубашки охлаждения по стыку прокладки ГБЦ. Также немало моторов 1.5 EcoBoost погибает при незначительных проблемах из-за разрушения поршня второго цилиндра. Есть мнение, что это происходит из-за перегрева, который выстрел призван особенностями смесеобразования этого двигателя. Обязательно отметим, что ни на одном бензиновом двигателе, который мы сегодня упомянули, для Ford Focus 3 нет гидрокомпенсаторов. Ну а сейчас мы расскажем про дизельные моторы. Дизельные Ford Focus 3-го поколения – это, скорее всего, автомобили, привезённые из Европы. На эти модели устанавливали двигатели 1.6 и 2.0, а после рестайлинга к ним добавился мотор объёмом 1.5 литра. Все эти двигатели имеют французское происхождение и хорошую репутацию. Младшие двигатели объёмом 1.5 и 1.6 – это потомки мотора DV6, но с установленной восьмиклапанной ГБЦ. А двухлитровый мотор известен поклонникам Citroёn и Peugeot под обозначением DW10C. Это очень надёжные и хорошие моторы, которые практически не имеют слабых мест. Невероятно, но факт! Просто заправляйте их качественным топливом, меняйте масло каждые 10 000 км, не забывайте про замену ремня ГРМ и замену огнеупорных шайб. Ну а теперь переходим к рассмотрению автоматических трансмиссий. Тут компания Ford не отличается гибкостью и изящностью решений. Ford Focus 3 познакомил своих почитателей с преселективными трансмиссиями. У Ford они называются «PowerShift», а идея такая же, как у DSG. С атмосферными двигателями объёмом 1.6 и 2.0 трудится трансмиссия с двойным сухим сцеплением G-Trak 6DCT250. За работу сцепления и переключение передач отвечает электромеханический блок, управляющий соленоидами и электромоторчиками. А в самом PowerShift очень много шестерён, почти как в часовом механизме. Компания Ford намучилась со своим PowerShift и улучшала его, меняла по гарантии и учила плавно переключаться между первой и второй. В итоге, если всё обновлено и поменено, то с PowerShift жить можно. Но при покупке автомобиля Ford Focus 3 с трансмиссией PowerShift надо обязательно продиагностировать машину фирменным сканером и убедиться в том, что залита самая последняя прошивка. Всего было 6 обновлений прошивки для моторов 1.6 и для двухлитровых 7 обновлений прошивки. В итоге, в десятизначном номере прошивки последняя буква должна быть F или E. Также нужно опросить блок управления трансмиссией PowerShift. Вдруг он жалуется на здоровье исполнительных муфт. Вообще, блок управления трансмиссией PowerShift, он же TCM, обновляли три раза. Но до рестайлинговых Ford Focus 3 он долго не жил и подтекал маслом по резиновым уплотнительным колечкам. Поэтому и меняли его комплектом вместе с ними. Кстати, добраться до блока TCM просто. Он находится на PowerShift сверху, то есть для этого достаточно просто снять АКБ. На рестайлинговых Ford Focus 3 трансмиссия PowerShift избавлена от многих недостатков. Но замечено, что механизмы привода вилок сцепления подвержены воздействию дорожной грязи. Из-за этого их подвижность нарушается и появляются пинки при переключении передач. А также вилки и вовсе могут выйти из строя. Специалисты герметизируют колокол трансмиссий. Это лучше делать при замене сцепления или вилок. Вилки сцепления обойдутся в 400 долларов. Вообще, цены на детали могут отпугнуть от покупки Ford Focus 3-го поколения с PowerShift. Электромеханический блок управления последней версии стоит 1400 долларов. Сцепление оригинальное или люк – 820. С вилками сцепления – 910. А ходит оно примерно 120 тысяч километров. Всё зависит от условий эксплуатации. И вот получается, что заполучить двухпедальный Ford Focus 3-го поколения с моторами 1.6 и 2.0. С простыми моторами. Задача непростая и дорогая. А многие владельцы Ford Focus с сухим PowerShift переоборудовали свои машины и ставили обычные МКПП. Дизельный Ford Focus 3 также не были доступны с гидромеханическим автоматом. Вместо него была предложена другая преселективная трансмиссия Getract 6 DCT450. Также она известна как МПС-6. Это трансмиссия, в которой сцепление двойное находится в корпусе трансмиссии и работает в масле. С мокрым PowerShift проблем меньше, чем с сухим. Однако мокрое сцепление фрикционной пылью отравляет гидравлику и в этой трансмиссии есть всеми любимый демпферный механизм, такой как в двухмассовом маховике. Если вы купили Focus 3 с мокрым PowerShift, то, во-первых, обязательно меняйте масло и фильтр каждые 40 тысяч километров. Во-вторых, обязательно следите за течью масла по передней крышке кожуху данной трансмиссии. Дело в том, что эта деталь стоит $350, но течь масла и последующий люфт приводят к износу направляющих и пружин демпфера двойного сцепления. А эта деталь на минуточку стоит $3200. В целом, если же внимательно следить за PowerShift, он ходит довольно долго. Если вы мечтаете о Ford Focus с надежным гидравлическим классическим автоматом, то тогда вам придется искать рестайлинговый вариант с турбомотором объемом 1.0, 1.5 либо 1.6, либо же редкий дорестайлинговый 1.6 EcoBoost. Эти машины оснащены классическим автоматом 6 F15, причем в основательно доработанном варианте. Меняйте в нем масло каждые 50 тысяч километров и проблем не будет. В паре с атмосферниками объемом 1.6 устанавливалась старая трансмиссия ИБ-5. Проблемы с ней могут начаться после пробега в 200 тысяч километров. Дело в том, что у нее слабый выжимной подшипник, также может загудеть передний подшипник входного вала и также могут потечь сальники полуосей. Кстати, сальники полуосей меняли по гарантии еще в 2013 году. Ну а если появились затруднения в перемещении рычага КПП, либо же передачи вовсе не включаются, то тогда пролетят тросы и рычаги выбора передачи этой трансмиссии очистителем и смазкой. Пятиступенчатая КПП MTX75 для остальных моторов и шестиступенчатая ММТ6 для двухлитрового дизеля обычно к себе внимания не вызывают. Но если спереди появился гул, источник которого сложно найти, то обратите внимание на подшипник промежуточного вала. Ну а сейчас мы отправляемся на СТО, чтобы продолжить рассказ об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть подразделение «МотоСтронг»? Мы сами привозим очень классные мотоциклы из Европы с минимальными пробегами и в отличном состоянии. Продаем с полным пакетом документов. Обязательно обратитесь в «АвтоСтронг», если вам нужен двухколесный друг. Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. Ford Focus 3-го поколения оснащался двумя типами рулевых реек. На версиях с атмосферным бензиновым мотором объёмом 1,6 мм устанавливалась старая гидравлическая рейка. Чтобы насос «ГУР» раньше времени не завыл и не попросился на замену, меняйте гидравлическую жидкость раз в 80 000 км с её бачком. Оригинальный насос «ГУР» стоит 500 долларов, бачок – 40 долларов. Но есть много предложений по неоригиналу. Насос «ГУР» – 100 долларов, бачок – 20 долларов. Ну а если эта рулевая рейка застучит, то во многих случаях можно обойтись подтяжкой гайки-пробки её сухаря. У этой рейки слабоваты втулки, но в целом она полностью ремонтопригодна и восстанавливается. Этого не скажешь об электрической рулевой рейке. Для облегчения поворота управляемых колёс справа на её корпусе установлен электромотор, который соединён с рейкой с зубчатым ремнём и установлен блок управления. Вся эта электронная часть склонна к выходу из строя. Электромотор может выйти из строя, но его можно заменить с донора. Также есть случаи выхода из строя платы блока управления, но в некоторых случаях это ремонтируется электриками. Также через резиновые уплотнения в механизм может попасть вода, что навредит электронике и подшипникам шкивов зубчатого ремня. Также эта рейка может вяло постукивать капролоновыми втулками, которые можно заменить. Подвеска Ford Focus 3 приятно живучая и долговечная. Замены могут потребовать стойки стабилизаторов, и то они ходят по 100 тысяч километров и даже больше. В гарантийный период на этих машинах массово меняли опорные подшипники передних стоек. При износе они хрустят. Непонятно, почему пострадало качество этих подшипников, потому что они очень хорошо ходили на Ford Focus 2. Последний раз их обновляли в 2017 году. В целом, они ходят по 150 тысяч километров. Нередко источником грохота спереди является изношенная правая опора двигателя. Ступичные подшипники ходят примерно 150-200 тысяч километров. Передние рычаги Ford Focus 3 в оригинальном исполнении могут быть как стальными, так и алюминиевыми. По оригиналу шаровая опора и сайлентблоки не детализируются отдельно. Оригинальный рычаг стоит от 175 до 250 долларов. По неоригиналу есть предостаточно предложений как алюминиевых, так и стальных рычагов. Шаровую опору для крепления на трёх винтах можно купить отдельно. Её предлагает буквально один производитель запчастей. Много предложений по переднему сайлентблоку, а вот задний сайлентблок с кронштейном именитые производители неоригинала не предлагают. Задняя подвеска всех Ford Focus 3 независимая многорычажная. По факту здесь по четыре рычага на каждое колесо. Сайлентблоки служат долго. Передний сайлентблок продольного рычага можно купить за 30 долларов. Есть заменители. И все остальные сайлентблоки рычагов можно купить от неоригинальных производителей. Самый дорогой рычаг подпружиненный. Оригинальный стоит 170 долларов. Есть заменители в трое дешевле. Его сайлентблок можно купить за 10 долларов. Нижний рычаг даже в оригинальной упаковке стоит менее 30 долларов. На дорестайвинге Ford Focus 3 установлен генератор, который управляется по трем проводам. Если этот генератор вышел из строя или выдает ошибку, то лучше ищите бэушный генератор. Потому что оригинальных качественных запчастей для его ремонта нет, а качество неоригинальных запчастей нестабильных. То есть генератор может выдавать зарядку, но будет гореть ошибка по его управлению. А на рестайлинге генератор с управлением по одному проводу. Он полностью ремонтопригоден и все запчасти нормального качества. Итого, базовые версии Ford Focus 3 с мотором 1.6 атмосферным – это реально надежные и неприхотливые машины, которые без поломок ходят более 200 тысяч километров. То же самое можно сказать и про дизельные версии, хотя вы вряд ли найдете Ford Focus 3 с дизельным мотором с пробегом менее 200 тысяч километров на сегодняшний день. Ну а версии с турбомоторами и трансмиссиями PowerShift – это бомба замедленного действия. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова